Давай, красиво! Давай, бай, бай! Давай, Россия! Давай, бай! Это Олеся Сутармина, руководитель клуба спортивного бального танца Magic Dance. На сцене вместе со своими воспитанниками. Пример для них. Присутствие руководителя рядом придает девочкам уверенность и желание двигаться так же совершенно, как она. Олеся Александровна приехала в Лонгепас всего три года назад и создала свой коллектив, в котором сейчас осваивают азы хореографического искусства более ста человек. Самым маленьким только пять, старшим 13-15. Родители детей – главные помощники молодого руководителя. Мы пытаемся, что в наших силах, приходим на репетиции, чтобы за дисциплиной следить, детей переодевать. Вот сейчас будет мероприятие. Кого-то переодеть, кого-то куда-то нужно поставить. Здесь последовательность дети не запоминают, конечно. Поэтому мы чем можем, тем помогаем. Спортивный бальный танец – один из сложнейших жанров хореографии. Его грамотному исполнению долго и настойчиво обучаются. Начинаю с простейших элементов – с композиций, которые на первый взгляд не имеют ничего общего с вальсом, чача-ча, танго или румбой. Техника приходит со временем. Пока важно научить ребенка не бояться сцены, яркого света, умению работать в коллективе. Я хожу на танцы уже два года. Вот с того, как они образовались в нашем городе. Наша учительница приехала с другого города, и я сразу же начала ходить. Мне очень нравятся эти танцы, потому что здесь есть различные виды. Это чача-ча, самбо, вальс, румба. И вообще мне очень нравится здесь танцевать. Нам нравятся эти танцы танцевать, потому что, как бы сказать, танцы – это спорт вот такой. Вот. И мы сегодня будем танцевать четыре танца. Я буду сегодня танцевать танец «Парад профессий», «Вальц цветов», «Карнавал» и… А какой костюм у тебя? От ибата. А у меня лукой русский. Угу. Какая профессия? Эээ... нефтяник. Пусть к звездам называется концертная программа. Она включает 17 номеров. Танцы разнообразные и бальные, и эстрадные, и спортивные. Видно, что хореограф провела не одну бессонную ночь, чтобы сочинить ту или иную композицию. Зачастую это связано именно с тем праздником, к которому мы готовим номер. Допустим, «Парад профессий» был приготовлен ко дню города. То есть, как бы, там именно про город, про профессии, которые здесь работают. То есть, иногда бывает, услышишь музыку красивую, которая впечатление какое-то оставила, и уже возникают какие-то мысли по поводу танца. Где-то, может, что-то увидишь, ну, по телевизору интересное, придумаешь что-то свое. Зрители, зал был полон, все происходящее снимали на телефоны. Очевидно, гордились своими детьми, потому и громко хлопали. Было чему. Юные исполнители брали, если не мастерством, так своей непосредственностью и желанием в будущем непременно научиться красиво и грациозно двигаться. Алина Нощенко, Андрей Бучинский. Специально для новостей.